Газы в кишечнике – явление абсолютно нормальное. Но избыточное их количество считается уже патологией. Газообразование или метеоризм может возникать как от неправильного питания, так и от сбоев в работе желудочно-кишечного тракта и даже стрессовых ситуаций. Иногда повышенное газообразование сопровождается дискомфортом, в отдельных случаях может возникать тошнота, рвота. В любом случае метеоризм нужно лечить и избегать ситуации, которые могут его спровоцировать. And the pep. Озвучено Яндекс Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Следим за питанием. В большинстве случаев провоцирует метеоризм именно неправильное питание, которое в срочном порядке нужно откорректировать. Уменьшите количество бобовых культур в своем. Рационе или исключите их совсем. К ним относятся фасоль, горох, чечевица, сои и другие. И откажитесь от газированных напитков, минеральной воды с газом, лимонада, пива, кваса, шампанского. Такие напитки обеспечивают прямое попадание воздуха в кишечник, следовательно повышают газообразование. Озвучено Яндекс Спичкит. Исключите из рациона продукты, которые вызывают брожение. Виноград, капусту, яблоки, щавель, болгарский перец, брокколи, цветную капусту. Овощи необходимо употреблять в отварном виде. Уменьшите количество употребляемых мучных изделий и сладостей. Белый и черный хлеб нужно заменить на цельнозерновой. Исключите жареное и жирное, так как из-за таких продуктов тоже возникает дискомфорт в кишечнике. Ну и конечно нужно придерживаться основных принципов правильного питания. Употреблять пищу стоит небольшими порциями 5-6 раз в день и соблюдать режим питания. Также во время еды старайтесь меньше разговаривать, так как заглатываемый во время этого воздух попадает в кишечник и провоцирует возникновение метеоризма. Ведем подвижный образ жизни, причиной повышенного газообразования может стать и малоподвижный образ жизни. Он помогает газам накапливаться в кишечнике и препятствует их естественному выходу. Кроме того, такой образ жизни становится еще и причиной запоров, что тоже негативно сказывается на работе кишечника. Поэтому нужно стараться как можно больше двигаться, чтобы улучшить перистальтику, а после еды необходимо стараться не принимать сразу горизонтальное положение. Избегаем стрессовых ситуаций утверждения, что все болезни от нервов правильные. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Именно стрессовые ситуации являются пусковым механизмом возникновения самых различных заболеваний, в том числе и проблем с желудочно-кишечным трактом. Стресс может стать причиной запоров и диареи, следовательно, также быть причиной повышенного метеоризма. Поход к врачу обязателен, в некоторых случаях причиной повышенного газообразования могут стать различные заболевания органов пищеварительной системы, поэтому на это нужно обратить внимание. В первую очередь, к таким причинам можно отнести синдром раздраженной кишки, когда пища медленно проходит по кишечнику, пищевая аллергия и недостаток определенных ферментов, сужение кишечника, недостаток выработки желчи, нарушение кровообращения в кишечнике. Такие заболевания постоянно сопровождаются повышенным газообразованием, но в таких случаях поможет лечение, назначенное только врачом. Он пропишет нужные препараты, которые поспособствуют восстановлению нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Если метеоризм возник вследствие неправильного питания, малоподвижного образа жизни или стресса, то можно попробовать успокоить кишечник самостоятельно. Сделать это поможет настой семян укропа, фенхеля или аптечные препараты, такие как эспумизан, мотилиум, диметикон, плантекс. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.